добрый день дорогие друзья мы продолжаем наше изучение торы и у нас сегодня недельная глава и мор есть одна заповедь очень страшная очень тяжело выполнимая освещение имени всевышнего кедуш ашем и если требуется от нас нарушить заповедь урода смерти то большинство заповедь заповедей мы обязаны нарушить но жизни отдать вот так но есть три закона которые мы не можем нарушить даже в этом случае если требуется от нас убить другого человека и самому остаться в живых нет мы не должны убивать свою жизнь отдаем чем твоя кровь краснеет или требуется поклоняться идолу тоже отдается жизнь это запад не нарушается или нарушить заповеди кровосмешение вот за эти три заповеди приходится отдавать жизни не нарушать есть из остальные заповеди до жизни превыше всего то есть заставляет нарушать субботу жизни отдается нарушая чек субботу и другие заповеди все предписывающие заповеди чек может нарушать данном случае вот что касается если есть меня 10 мужчин взрослых которые являются членами меня на и при них требует враги нарушать любую заповедь то тогда жизнь отдается в любом случае это называется настоящий душ ашем освящение имени всевышнего но бывает времена гонений когда убивает нас из-за веры во всевышнего и в тех случаях даже человек один без меня на и просят нарушить от нас любую заповедь даже небольшое постановление мудрецов отдавали люди своей жизни вот так так приводится что в римской империи римляне запрещали тогда делать обрезание и даже покупать и трог на праздник суккот любые заповеди и привязывали людей к столбам и сжигали убивали и люди выстаивали были люди которые выстаивали таких случаях и из-за это пишется что разрешено в такой случае в таком случае отдать жизнь ты не можешь предпочесть жизнь или нарушить заповедь во времена гонений то это очень страшное время пишет ведра что мы не можем перечислять всех людей которые выстояли в этой страшной заповеди потому что огромное количество людей было замучено убито поэтому если кого-то одного перечислять а другие получается будут неупомянуты это делать нельзя поэтому не перечисляются написана интересная вещь что рабе ясэ заснул пришли к нему его ученики и они видят что он спит и решили его не будить когда он проснулся он смотрят что у него лицо довольная в общем хорошо выглядел говорят они спросили что ты что-то видел во сне он говорит я попал ганэден и видел какой высочайший прием получаете люди которые своей жизнью осветили имя всевышнего я не имею права говорить рассказывать многое но то что они получают это невероятная награда то сам всевышний их их радует вот так такой награда не удостоились нам известно истанаха что во времена когда правил царь новохаднецар были там пленники в вавилоне хана не мишель и азария три праведника и новохаднецар решил что вот сделают его статую статуя императора и надо было поклониться и но никто не заставлял их прийти туда и поклониться они вот сами решили осветить имя всевышнего они решили что это правильно что надо пойти и посвятить они спросили пророка пророка и хестеря пророк и хестеря возили что всевышний вам не поможет не надо это делать вас не пленили вас не заставляет ничего делать просто не ходите и все вот они решили все равно мы хотим осветить имя всевышнего отдать жизнь в данном случае вот они так решили и они пошли пошли демонстративно не поклонились этой статуи хотя это и не был идол это была статуя императора но они не поклонились все равно показывая что бог нам запрещает так поступать их естественно пленили и что разошли огонь огромная печь горит эта печь их бросили в эту печь и всевышний который казалось бы не заступится прислал своего ангела и смотрят в печи не 3 человека 4 печь была настолько сильно растоплена что люди которые бросали сгорели они в печи ходят как ничего не бывало после этого когда они вышли на выходне царь благословил бога мишаха шедраха веда него это их не имена ханане мишель и азаре это их не персидские имена были что вот он спас и такое чудо невероятное но что было дальше казалось бы люди будут восхвалять всевышнего остальные люди заплевали их сказали вы говорит имейте такого бога и вы себя так ведете плохо ваш народ если у нас был бы такой бог мы все вели по другому вот такой был интересный эпизод у нас есть сильный то есть они это сделали умышленно там где этого от них не требовалось ну вот они решили осветить вот такой вот есть пример у нас мы знаем что наш пройтец авраам он был тогда и звали его авраам еще последствия врагам он тоже наперекор царю немроду тоже сказал что он не верит что он бог как это было немрод знал что авраам не верит что он бог и он говорит я бог скажи мне авраам говорит я поверю что ты бог только завтра пусть солнце станет не на востоке а на западе тогда я поверю а он действительно делал чудеса у него была одежда адама она попала в наху ковчег и потом досталась немроду он одевал эту одежду звери из леса выходили они не боялись его в этой одежде адама и все поверили что он бог и вот авраам такое заявляет он решил его в печку бросить и разожгли печь бросили туда авраама и всевышнего спас заслуг авраама тогда еще не хватало так он взял из будущих заслуг Ицхака и заслуг Якова добавил к аврааму будущему аврагаму и он осветил имя всевышнего вышел из печи невредимым но у него еще был брат которого звали Гаран это отец милький отец Иски Иска это сарай как пишет наша устная традиция так вот Гаран говорит ну раз Авраам не сгорел то я тоже не зови бросился в печи сгорел моментально поэтому написано что умер Харан Харан в Урказдиме это было вот так все значит мы жертвуем освящаемого Всевышнего только в тех случаях когда это необходимо Тора от нас не требует ничего другого а на этом наш сегодняшний урок заканчивается Рогу дан за поэтию души Мойша бен Давид Берта бен Исраэль Павел бен Ефим Яков бен Хум Владир бен Григорий за здоровье за здоровье Давид бен Стелла Светлана бен Клара Шолом Йона бен Сара Шумон бен Ицхак Инна бен Мира Борис бен Мария Мойша бен Маня Анна бен Ривка Рахель бен Лилия Полина первая Соня Сура Лена бен Клара Стелла бен Тейла Женя бен Ида Инна бен Двора Анна бен Лена Станислав бен Рахель Игорь бен Кера Ефим бен Эстер Двора бен Мирям Моисей бен Ева Ирина бен Раиса Инесса бен Раиса Инесса бен Мэйл Евгений бен Берт Ита Фера бен Анна Геннадий бен Елена Илена бен Инесса Ольга бен Светлана Йосиф Дан бен Цара Таня Баслида Ида Батриева Вадим Бен Натьяна Юрий бен Белла Яков Йосиф бен Рахель Шумон бен Бера Фейга бен Берта Ася бен Года Марк бен Нина Ира Батвера Леорген Клара Рафаэль Бен Клара Ханна Цибора Бацара Ида Бен Хая Авива Ефим бен Соня Майя Батфаина Алексей бен Ольга Клара Батброня Гая Батцарин Маза бен Ольга Ирина Батури Орона Ребен Ури За хороший дух Орона Ребен Двой Рогиза Бен Хун Эвгаль Батцара Ханна Батаврагам Рафаэль Эрилей бен Лариса Галя Батгидария Морсай Брюд Анна Бат Александра Марина Батрая Борисовина Марина Алексей бен Наталья Всего хорошего Олегу Марченко Всем браха Проносакова Обмазал то, что мы это время не грешили Учили Тору Всем желаю крепчайшего здоровья Всего самого наилучшего Пусть скоро закончится Эта страшная война И до следующих встреч Надеюсь состоится завтра в 15 часов Шалом